МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Продать или сдать в аренду? Судьбу заброшенного здания по улице 8 марта обсудили депутаты. Свежий воздух, спорт и правильное питание. Как поддержать иммунитет зимой? В меняющий мир волонтеры объединения Акбар приняли участие в областном и городском конкурсах. Далее расскажем обо всем подробно. Продать нежилое здание или выставить на аукцион земельный участок с видом разрешенного использования для строительства блокированного жилого дома. Судьбу здания по адресу улицы 8 марта, дом 5, обсудили народные избранники на заседании Думы. Разбитое окно, облупившаяся штукатурка, поваленный забор. Внешний вид дома номер 5 по улице 8 марта оптимизма не внушает. Территория явно заброшена. Вполне возможно, что дом находится в аварийном состоянии. Но утверждать наверняка мы не можем, поскольку его техническую оценку пока не проводили. Из позитивного в здании только смайлик за моей спиной. Это место, похоже, стало пристанищем маргиналов. Пустые бутылки валяются как на территории, так и внутри помещения. Само здание в муниципальной собственности. Ответственные за его содержание отсутствуют, пояснила наша редакция председатель КУМИ Ирина Брусова. Нежилое помещение включили в план приватизации на будущий год. Однако продажа нежилого здания существенного дохода в бюджет города не принесет. 175 квадратных метров вот такого здания не стоит ровным счетом ничего. Ну, то есть там миллион, может быть, полтора мы выручим за это здание. Значит, под этим зданием, 175 квадратных метров, находится земля в размере 9 соток. С точки зрения градостроительных нормативов на нем можно возвести до трех блокированных жилых домов. То есть три блока. Коммуникации на улице подведены, инфраструктура развивается. Наглядное тому подтверждение детский сад, что стоит напротив нежилого помещения. Для казны города будет выгоднее реализовать земельный участок на аукционе с видом разрешенного использования для строительства блокированного жилого дома, считает Петр Смирнов. На заседании Думы он выступил с предложением исключить здание из плана приватизации. Это нежилое здание. И когда, так сказать, покупатель этого здания приобретет его в собственность, он будет вынужден оформить договор аренды земельного участка для эксплуатации нежилого здания. Администрация у нас очень неохотно, будем говорить, так, меняет вид использования с нежилого на жилое, имеется в виду и самой земли. И будущий собственник этого здания попадет, скорее всего, в очень непростую ситуацию с точки зрения, если он захочет построить там жилье и продать его. Этот вопрос вызвал бурные дискуссии народных избранников с представителями администрации. В частности, Игорь Кузнецов назвал предложение продать нежилое помещение как наименее привлекательное для городской казны. Майор, как депутат, он неинтересный. Поправку к проекту решения о плане приватизации нежилых помещений народные избранники приняли и здание по улице 8 марта из списка исключили. Вопрос о судьбе заброшенного помещения перенесли на заседание профильного комитета. Мы будем следить за развитием событий. Программу содействия занятости молодежи до 2030 года утвердил Михаил Мишустин. Каждый год мерами поддержки будут пользоваться до 200 тысяч человек. Результатом станет существенное снижение уровня безработицы среди молодежи. К 2024 году доля трудоустроенных выпускников должна достигнуть 85%, а к 2030 году – 92%. В следующем году на мероприятие программы правительство направит более 9 миллиардов рублей. Всего программы предусмотрено 32 мероприятия, в том числе предоставление субсидий работодателям за трудоустройство молодых людей, совершенствование порядка формирования и распределение контрольных цифр приема в колледжи и вузы для максимального их приближения к потребностям рынка труда. Молодым людям также будут содействовать в переезде в регионы, где есть дефицит на рынке труда. Организует практическое обучение студентов у индивидуальных предпринимателей. Ключевую ставку в седьмой раз подряд поднял Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров. Она выросла сразу на 1% пункт до 8,5% годовых. Из релиза Центробанка следует, что на ближайших заседаниях ставку могут повысить снова. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. Россияне получат пенсии, пособия, зарплату за январь, 13-ю зарплату и премии до конца года. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессара. Парламентарий также отметила, что средства на выплату пенсии за январь уже заложены в бюджет 2021 года. Осталась неделя до окончания голосования за выбор территории, которую будут благоустраивать в 2022 году, в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать». От Сарова на конкурс заявили 16 проектов. От того, насколько активно проголосуют жители, зависит, получит ли наш город финансирование на все проекты или только на часть из них. Отдать свой голос можно двумя способами. На сайте вамрешать.рф. Для того, чтобы проголосовать на портале, не нужно авторизоваться через госуслуги. Достаточно ввести в специальное поле свой номер телефона и пройти авторизацию через СМС. Также отдать свой голос за один из проектов можно по телефону. 8 800 222 79 45. Звонок по России бесплатный. 8 831 423 79 45. Может взиматься плата по тарифу вашего оператора связи. Правительственный законопроект, который предусматривает посещение общественных мест по QR-кодам, приняла Госдума в первом чтении. За проголосовали 329 депутатов, против 87 один воздержался. К основному чтению документ решили доработать. В частности, депутаты и Кабмин договорились установить перечень организаций и мероприятий, которые граждане с медотводом от прививки смогут посещать при наличии ПЦР-теста. В документе идет речь об ограничениях для посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли. Для этого можно будет предъявить либо QR-код о прививке, либо документ, который подтверждает, что человек переболел коронавирусом. Еще один вариант – медицинский отвод от вакцинации. Законопроект не вводит каких-либо ограничений и предполагает единое правило работы на всей территории страны, заявила депутатом вице-премьер Татьяна Голикова. Речь идет об уже существующем и уже установленном президентом праве руководителей регионов не останавливать полностью экономическую и социальную активность граждан, а сохраняя жизнь и здоровье людей, стабильную работу медицинских организаций, обеспечивать жизнедеятельность региона. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, которые не получили QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После этого такая возможность будет только у граждан с медотводом. Инициатива не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости, детей от требований освободят. Где зимой взять энергию, когда световой день стремительно сокращается, а иммунитет ослаблен? Вернуть силы помогут прогулки на свежем воздухе, положительные эмоции, занятия спортом и сбалансированное питание. В осенне-зимний период наш организм особо остро испытывает нехватку витамина D. Как правило, это связано с тем, что солнечный день становится короче. Восполнить эту потерю помогут такие продукты, как консервированный тунец, растительные масла, яйца, жирная рыба. Еще один незаменимый элемент рациона зимой – клетчатка. Самая важная нехватка в рационе – это клетчатки. Не хватает зимой людям. Просто, как минимум, не очень хочется. Да, ну, как-то, не, где-то холодно. Вот, очень важно оставить достаточное количество клетчатки в своем рационе зимой и восполнять ее, естественно, с помощью каких-то, ну, например, опять же, замороженных продуктов. Специальных рационов по временам года не существует, считает Анастасия Егорова. Нужно просто придерживаться сбалансированного правильного питания круглый год. Не страшно, если зимой хочется более калорийной пищи, наваристых супов, например. Избыток калорий исправит физическая активность. Самое важное, что зимой люди перестают двигаться. Вот, поэтому самая лучшая, ну, такая самая лучшая рекомендация – это выходить на улицу, телепить снеговиков, кататься на коньках. Побольше движения. Еда, она, вам сам организм подскажет, что ему хочется. Хочется ему горяченького бульона, значит, надо дать ему этот горячий бульон. Ничего страшного не случится точно. Пить его режим зимой также существенно не меняется. Пьем по жажде, утверждает диетолог. А для этого нужно почаще прислушиваться к своему организму. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Детский хореографический коллектив «Азарт» и Народный хореографический коллектив «Гела» стали лауреатами Всероссийского конкурса «Сияние талантов. Хореография 2021. Осень». О подготовке к выступлению, своих впечатлениях и планах на будущее участницы коллективов рассказали нашей съемочной группе. Танец «Пульс моря» воспитанницы хореографического коллектива «Азарт» готовили несколько месяцев. На Всероссийском конкурсе «Сияние талантов. Хореография 2021» жюри за него присвоила коллективу звание лауреата второй степени. Пусть не первое место, но для коллектива это уже большой успех. Мы старались, и у нас у всех впечатление, что мы как бы серьезно настроены на дальнейшие победы тоже. Было сложно репетировать на новой сцене, сразу выступать без подготовки. На сцене «Сияние талантов» можно было увидеть и еще одних воспитанников Инны Нуждиной, Народный хореографический коллектив «Гела», который выступил с тремя новыми танцами. Два из них в номинациях «Народной стилизации» и «Современный танец» заняли первое место. Третий – сольный. В исполнении Юлии Тарасовой взял бронзу. Я довольна результатом того, как я выступила. В каком месте это уже то, что жюри решили, это не от меня зависит. Я все сделала по максимуму. Всего в конкурсе приняло участие около 50 хореографических коллективов. По словам руководителя коллектива «Фазарта», «Гела» Инны Нуждиной, конкурсанты были сильные. Но ее воспитанники выступили на все сто. Я довольна выступлением. Для них это более чем хороший результат. И действительно, прям молодцы. Собрались, не растерялись. С учетом того, что я вообще с ними не была. Я сидела в зале. Я зачем туда еду? Всех посмотреть. Что люди привозят, какие тенденции. Чтобы потом знать, о чем жюри говорит. Понимать, на что обращают они внимание. В следующем году народный хореографический коллектив «Гела» отметит 30-летие. Участники готовятся к юбилейному концерту. Пройдет он на сцене с Центра культуры и досуга в НИЭФ. О дате будет известно позже. Ирина Вашегородцева, Кирилл Новикиевич, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Волонтеры кинологического отряда «Акбар» в декабре приняли участие сразу в двух конкурсах. Областном «Меняющие мир» и городском «Доброволец-2021». О проектах и достижениях объединения расскажем в следующем репортаже. Светлана Романова много лет помогает четвероногим питомцам. Консультирует хозяев животных, доставляет зоотовары, выгуливает собак. Волонтер принимает участие в различных проектах и конкурсах. Там не только черпает энергию, но и получает гранды. На областном конкурсе «Меняющий мир» в номинации «Рожденные помогать» Светлана вышла в финал. Мне вообще интересно находиться на этом конкурсе, потому что, во-первых, я вижу и себя, опять же, наматываю на ус идеи разные, которые можно здесь реализовать. Потом, опять же, встреча с единомышленниками тоже, опять же, приятно. Ну, и есть небольшой, у меня больше идет стимул к тому, что в следующем году мы можем поучаствовать. И мы можем поучаствовать не в одной номинации, к примеру, а в нескольких. Конкурс «Меняющий мир» проходит с 2019 года. Его цель – сформировать и развить культуру добровольческой деятельности в Нижегородской области. В этом году в нем приняло участие более 160 человек. Проектов было много. Я знаю, что из города тоже несколько людей подавали на этот конкурс заявки, а вышли мы одни. Поэтому, конечно, очень приятно. Правда, в том году мы тоже в финале, но, надеюсь, на следующий год Авоси победим. В 2020 году Светлана Романова создала свой волонтерский кинологический отряд. Добровольцы помогают людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Выгуливают собак, организовывают сборы денег и обеспечивают собак необходимыми средствами. Волонтер кинологического отряда Анастасия Белякова в декабре стала победителем городского конкурса «Доброволец-2021». Там девушка рассказала о своих достижениях и успехах в добровольчестве. Приютам помощь. Например, помощь пушистикам. То есть, собираем мы игрушки кошкам. Помощь собакам, допустим, приютами ездим, помогаем. Ну и все в таком духе. Если вы хотите стать волонтером и помогать питомцам, то вас ждут в службе помощи четвероногим. Улица Силкино, 10А, здание ОБЦ «Клуб здоровья». Более подробную информацию можно узнать по телефону 8-991-452-3272. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!